Всем море приветов, друзья и гости моего канала, Нептун здесь, и вуаля, мы возвращаемся в прохождение Привет Шарлотте. Это такая вот необычная RPG или JRPG, пародия, триллер, тут вообще много жанров. Вы все, наверное, помните, да, прекрасно первый эпизод, он мне тоже вынес немножко мозги. Прохождение второго эпизода было отложено в долгий ящик, по разным причинам. Но в итоге я все-таки вернулся, и мы будем дальше проходить этот волшебный, ну, эту волшебную игрушку про Шарлотту. Про девочку, которая осталась дома, одна без родителей, и ее окружают очень странные, на первый взгляд, персонажи, там, какой-то хирург, какой-то инопланетянин и вообще все остальные прочие люди. А она вынуждена жить, и у нее в голове целые миры, как и мне показалось по первому эпизоду. То есть, возможно, все, что было в первом эпизоде, было лишь воображение этой девочки. Хотя, это, конечно, не факт. Но второй эпизод, что же там будет дальше? Это реально очень любопытно. Давайте начинать. Да, кстати, название этой второй главы, второго эпизода, «Реквием по богам небесным». Вот такие вот пироги, друзья, поехали. Надо немножко просто привыкать к управлению. Опять же, я играю на геймпаде. Во сне я смеюсь, и мир смеется со мной. Во сне я забываю, и мир забывает со мной. Во сне я и есть мир. Привет, мир. Привет, Шарлотте. Эзерейн представляет. Привет, Шарлотте. Эпизод второй. «Реквием по богам небесным». Пока сезоны умирают один за другим, тяжелые веки дремлющего бога поднимаются вновь. Эхом раздается хор голосов по туманам, заполненному разуму. Оу. Это Шарлотте? Наверное, это сон. С тех пор, как Оракул стал частью меня, свои сны я провожу здесь. В кромешном мире, где времени не существует. В оглушающей тишине спала я рядом с ним все эти годы. Должно быть так. В этот раз все иначе. Да, кстати, друзья, помните? В конце пятого эпизода, ну, в конце пятой серии первого эпизода, она слилась воедино с неким Оракулом, тоже девочкой. У нее там был, по-моему, третий глас на... ну, во лбу. И на этом, по сути, эпизод кончился. Было очень много вопросов, без ответа. Оракул пробудился. Нихренашечки себе. Это Оракул? Это что там, руки торчат? Руки, пальцы, всякая дичь. Доброе утро, Сэд. Сегодня я проснусь, соберусь в школу, и снова лягу спать. Пожалуйста, позаботься обо мне. День первый. Комната Шарлотта. Фу, что это? Черное что-то? Уже утро? Мрау! Что это? Мяу? Чья-то лапка тычется мне в щёку. Ещё пару минут. Мрау, а, это... Личинка-кот, по-моему, как-то так его называли, да? Это звучало почти укоризненно. Личинка-кот трётся в мою голову. И правда, наверняка ты голоден. Подожди немножко. Кхм. Я смотрю на свою ладонь. Она в чём-то тёмном. Это не кровь. Странно. Мяу. Ничего страшного, не волнуйся. Человек-зантом был прав. За эти годы моё здоровье и правда ухудшилось. У нас ещё есть немножко времени до школы, Сэт. Давай покормим личинка-кота. Личинка-кота. А, личинка-кота. Личинка-ко... Одно-ко лишнее. Личинка-кота. И со всеми поздороваемся. Новая задача покормить личинка-кота. Новая задача поздороваться со всеми. Новая задача пойти в школу. Офигительная задача, да? Так, боже, я так соскучился, друзья. На самом деле, знаете, я очень давно не играл. То есть, перерыв между первым эпизодом и вот первой серией второго эпизода, вот этим, да, видео, был большой. То есть, месяца, наверное, два, не знаю, где-то так. Может, полтора я не играл. Мало-то у меня притупилась в голове сюжетная нить. Но здесь, по-моему, какие-то перемены. Здесь раньше был какой-то куб телепорта, что ли, всемокуб. Или, подожди, вот они. А, у меня перестановочка была, видимо. Так, это мой инвентарь, подожди. Так, это отмена, это согласие. Книга правды. А, я помню, я читал такую книжку в первом эпизоде. Значит, Шарлотта и это марионетка. Моди. Цель марионетки ошибаться почему-то. Из ложного царства. Живут мало, спят одну вторую жизни. Потрясают это, но свободой... Свободной воли нет. До жути любят кошек. Иные. Цель неизвестна. Из истинного царства. Замаскированы под людей. Всегда заняты. Всегда готовы убить. Едят мыло. Хе, всеядны. Иные, да? Кукловоды, вот, кстати. Она обращается, помните, заметили, наверное, Сет. Сет, по сути, это я. То есть, я играю за кукловода под именем Сет. То есть, она не к Нептуну обращается, а к Сету. За которого, в свою очередь, играю я. Надеюсь, вы поняли. Цель контролировать из истинного царства. Наблюдатели. Вот он, с головой оленем, черепом оленя. Был чувак. Его еще называли Человек-зонтом, да? По сути, это... Я так и не понял, кто это был. Это был мой батя. Типа. Ну, отец Шарлотты. Наблюдатели из истинного царства. Члены мирового правительства. Не вмешиваются в порядок событий. Если им не прикажут. Так. Фрейя. Фрей и Фрейя. Пифи. Это оракулы, по сути. Вот именно вот та вот Фрейя, вторая, злоглаза на макушке, на лбу, она вселилась в Шарлотту. И они стали единственным, ну, одним целым. По сути, я так это понял. Эта цивилизация четвертого типа. Манипулирует временем и пространством. Опасны. Каждая раса видит их по-своему. Видимо, я их вижу так. А, то есть... Подожди. Фрейи. Фрейя и Фрейи, это... Пифи. Это не оракул, я, видимо, напутал. Вот оракул. Цель неизвестная. Божественная сущность. Один. Телесный сосуд не может содержать... Здорового оракула. Так. Омни-кубы. Всемогущие, всеядные, популяция выше, чем у людей. Высокий IQ. Что? У кубов выше популяция, чем у людей? Боже. О, личин-кот. Милые, как кошки. Страшные, как личинки. Очень шумные, любят еду. Знаете, по-моему, это очень логично, что... Личинка-коты любит еду. Вообще, любят еду, наверное, все живые существа. Так. Кстати, Шарлотта здесь немножко изменилась, да? Ну, ее внешний облик. Мини-портрет. Она раньше была другим. Другой. И вообще, она очень потеряла человечность. Просто две черные точки вместо глаз, и маленькая загогулина в виде улыбки. По-моему, это минимализм какой-то. Он умышленный, да? Потому что истинный портрет Шарлотты был реально другим в первом эпизоде. Так, точка отката, это что значит? А, это сохраняшка. Сохранился, да? Запись один, все есть. Так, еще по вещам. А, по задачам у меня пойти в школу, покормить личинка-то. Поздороваться со всеми. Так. Пособие по личинкам. По личинкам. Царство божие внутри тебя. А спать я пока не хочу. Вот, кстати, вот нормальное лицо, да, Шарлотты? Вот оно. Улыбка, глаза, все прорисовано, все крутое. Но почему у него на мини-портрете вот это? Ладно. Ой, это я уже читал. Внутри рисунок. Посмотреть на него? Давайте. О, боже. Счастливого дня рождения. Вокруг личинки всякие, бабочки, цветочки, жучки и почему-то у... Справа, видимо, это Шарлотта. А слева кто? У нее большие черные глаза. Безжизненные, как будто. С днем рождения. На рисунке я и Анри. А кто это? Сет, ну не говори мне, что не помнишь. Это моя подруга Генри... Генриетте. Анри это Генриетте? Но она всегда просит называть ее просто Анри. Этот рисунок она подарила мне на день рождения. Так мило с ее стороны, не правда ли? Так, минутку. Я про Генриетту ничего не помнил. В первом эпизоде об ней... Ну, о ней не упоминалось. Хм. Исследование истинного царства. И все? Там, видите, какие-то типа ниточки. Одно связано с другим, третье связано с четвертым и так далее. Одежда, заколки, микрочипы, тараканы? Одна из вещей явно выбивается из общего ряда. А что ей интересно, микрочипы или тараканы? Хе-хе-хе. Эдем, бог как иллюзия, веселая наука. Так, ладно, это чем? Добро пожаловать в телепортационный умникуб. У пользователя ограниченный доступ к функциям телекуба. А, ну, это телепорт. Пока я не хочу никуда телепортироваться, значит, добро пожаловать в инфоумникуб. Я правил их. Запрещается отключать экраны наблюдения, запрещается мешать соседям, запрещается говорить о жителях дома. Окей. О дверях. Первое. Будьте вежливыми с дверями, на которых знак пукловода. Второе. Дверям лифта принесите классную наклейку. То есть, дверям лифта наклейку. Так, надо не забыть. Третье. Только у пользователей с иксом в имени есть доступ к дверям со знаком пукловода. То есть, в двери пукловода может попасть только чувак, у которого в имени есть крестик. Да? Оп, умникубых. Умникубы или умнипотентные кубы. Это мультифункциональные устройства, которые позволяют хранить данные и телепортацию, дубликацию и создание органической материи. Пожалуйста, не наливайте жидкое мыло в умникубы, поскольку могут возникнуть непредвиденные последствия. Это было предупреждение еще в первой части, кстати. А это что? Вот синий и зеленый, это я помню. А вот желтого или оранжевого, его раньше не было. Добро пожаловать в варп умникуб. Чтобы использовать варп умникуб, активируйте телепортационную точку в месте, куда хотите телепортироваться. Так. А как я могу поставить точку эту? Точка отката только есть. Блин, я пока не умею ставить точки никакие. Ладно. Ну, вроде бы все так же. Хотя появилось... Появился новый, видите, завитушка новая. Раньше этого не было. Раньше только 4 комнаты было в коридоре, а теперь 6. Ну, включая мою, 7. Здесь, по идее, должно быть кухня. Опа. Вот этого не было. А здесь что? Комната с телевизорами? Ну, раньше была комната с большим телевизором. Ванной тоже не было раньше. Так. А вот и кухня. Ну, кухня куда-то переместилась. Так. Прихожая. Подозрительный чувак стоит. А здесь библиотека. Ну, она тоже была раньше. Но, опять же, все немножко поменялось. Давайте пойдем по порядку. Со всеми поздороваемся. Еще нужно покормить кота. Змея, что съела собственный хвост. Механический синтезатор. Ну, это, видимо, книжки, да? Феликс получил сей цветок на день рождения. Ему нравится больше всех на свете. Зовется он венериной мухоловкой. Мухоловкой. Краткой венерой. А, знаете, такой вот зубастый цветочек, который кушает мух? Это, кстати, Феликс. Чувак, который очень странный. Но мы с ним очень долгое время бегали вместе, вроде бы, да? Но он какой-то злой здесь. Что с твоим лицом? Выглядишь ужасно. Ух, комплименты, да еще и с утра пораньше. Тьфу, забудь. Вот и холодком повеяло. Кстати, тут разве не кухня раньше была? Опять, наверное, структура дома меняется. Попробуй-ка вторую дверь справа. То есть, я не один заметил, что здесь что-то не так? Реально, здесь раньше была кухня, я помню это. Пролетаю над гнездом кукушки. Есть такой фильм, кстати. С Джеком Николсоном в главной роли. Стивена Спилберга. Симулякры и симуляции. Флатландия. Химикаты тихонько бурлят в скляночках. Ладно, что-нибудь трогать, что-нибудь, не дай бог, обожгусь. Он говорит, дверь напротив. Здесь раньше был огроменный телевизор. Я нередко вспоминаю свои заключения в телевизионном мире. Да я тоже помню. Полистать каналы? Только быстро. Так, быстренько глянем и пойдем. Нам ведь некогда. Сегодня на Паноптик НТВ правда об эко-еде. Кто бы мог подумать, что зеленые этикетки на товарах лишь для того, чтобы поднять их цену. Срываем покровы в 7 часов вечера. Сменить канал, давайте. Деказм специалистами. Наши новые антибиотики позволяют хранить молочные продукты без холодильника. Без живых организмов в вашем йогурте он никогда не испортится. Использовать до, использовать и после. Так, ладно, переключаем. Жизнь пробегает перед глазами. Устали торопиться? Ни слова больше. Всего за 999 рублей одна минута будет длиться вдвое больше. Замедлин. Остановись мгновение. Черт, я хочу себе такую штуку. Найти хороший приятный момент и замедлить время в два раза. Это ж круто. Только почему рубли? Нет, я понимаю, что перевод на русский и все дела, но в оригинале там рубли или не рубли? Странно. Так, скоро начнется любимая передача Беннеты. Нет, ну сидеть на диване это не лучшая идея. Мне нужно исследовать дом. Так, ванная комната. Ее вообще раньше не было. Из пластикового пакета в ванной так и валит кислотный запах. Лучше не будем трогать. Пластиковый пакет? А где он? Ну типа, а в ванне, наверное, пластиковый пакет лежит. Окей. Внутри только годовые запасы мыла. Взять? Давайте. Получена бутылка мыла. Запахом черники. Туалет. А использовать типа туалет, нет? Туалетная бумага пахнет как яблочный пирог. Даже страшно. Насколько далеко ушел прогресс. Вообще, знаете, по сути, инвентарь здесь, как и в первом, наверное, в первом эпизоде, он, ну, он бессмысленный. То есть в нем есть вещи, я их нахожу всю игру, у меня их там накопилось в первом эпизоде очень много. Но все эти вещи, они так или иначе не очень вкусные, да? Очень невкусные. Но фишка в том, что все эти вещи можно было вообще не использовать нигде. Они были просто для отвлечения внимания, как и, наверное, вещи в замке Магека. Так вот и кухня. Мне нужно покормить кота. Вот же миска его, да? Пустой миски. Так, внутри стеклянные бутылки, бла-бла-бла. Лавандовым мылом пахнут. Кухонная раковина, под ней мусорный ящик. От духовки идет мясной запах. Айден говорит, что сжигает тут непослушных детей на Рождество. Нет, я себе был хорошо, все, не надо. Корм для личинок. Я знаю, куда можно его вывалить. Сюда, правильно? И сегодня еда со вкусом неоправданных ожиданий и потерянной веры в человечество. Личинкот довольно мурлыкает. Хороший котик. Я не ослышался? Какой там вера в человек... Что? Что? С чем? Твою ж налево. Это весьма специфичный вкус, да? И вот именно такое едят эти личинкокоты. Миска наполовину пустая или наполовину полная. Извечный философский вопрос. Стакан наполовину полон или наполовину пуст? Так, ну по идее я... Подожди. Я покормил кота, правильно? Да, все. Теперь мне нужно поздороваться со всеми и потопать в школу. Где бы она ни была. Утречко. Как всегда, в наилучшем расположении духа. Доброе утро, Беннет. Не объяснишь... Не объяснишь, чего это у нас ванная заполнена кислотой? Так. Он, походу, дело уби... А-а-а! Хе-хе-хе. Это его косяк, видимо. Он сам не в курсе, что там кислота. Побежал исправлять. Косяки. Так, последуем за ним или нет? У меня выбора-то нет. Так что, так или иначе, мне, видимо, придется за ним пойти. Или предоставим это Айдену? Уж то-что. А ярость этого частюля даже Беннета из хронической прокрастинации вытянет. Такие слова трудные, а? А, вот еще одна с хроняшкой. Видимо, не всегда я могу использовать точку отката. Так, две двери. Понимаете, что? Налево в подвал, направо в школу. А, то есть, эта дверь в школу, эта в подвал. В школу мне пока рано. Давайте в подвал. Оба-на. Нихренашки здесь дверей. Подвал. А был подвал в оригинале? Меня смущает эта подозрительная красная дверь. Ой, красная, синяя дверь. Так, а это дверь с изображением кукловода, помните? Вход воспрещен. Дверь со знаком кукловода открывается только тем, у кого есть икс в имени. Но Хаксли их чуть-чуть перепрограммировал для своих работников. Так что Флоренс и другие могут быть внутри. Но мне все равно нельзя. Комната Айдена. А, это любитель платья, который вечно все шьет и вышивает, правильно? Все платья в идеально симметричном положении относительно друг друга. А он, видимо, еще любит симметрию, да? Идеалист. Так. Утречка Айден. О, доброе утро, миледи. Надеюсь, вы не забыли, что у вас урок... Точнее, у нас урок фортепиано сегодня вечером. Ну, конечно же. Как такое забудешь? Было бы жаль, если бы вы пропустили его. Ну что ж, я буду ждать о фортепианной комнате. Окей, броу. Я не забуду. Так, а дальше что? Фортепиано. Мы сюда еще вернемся. Ну да, ведь еще не вечер. Так. Здесь мы побывали, здесь заперто. Что здесь? Твою ж мать! Это что, это кишки? Этого уже оперируют много недель. Бедняжка. А, оперируют. Это, видимо, врачи делают операцию, видимо. Зовут его Гудвин. На табличке написано «Лектор». Этот подопытный экземпляр похож на кишки за глазами. Ненароком начнешь задумываться, а нет ли у него позвоночника. Нет, ну, жутко, реально. Все почти черно-белое, кстати, заметили, да? Цветные только персонажи. И вот, например, кровь. Пауки. Надпись на террариуме гласит «Внимание, пауки-мутанты внутри». Ладно, не буду я к ним подходить. Раз это пауки-мутанты, возможно, они могут прыгать, летать, не знаю, бегать активно, разламывать стекла. Лучше ничего не трогать. Внутри груда оторванных конечностей. Лунатизм после 35 лет. Все, что я знаю о людях, я узнал от своей газонокосилки. Охранительное название книжки. Страсть к скальпелям. А, это вот эти вот картины, которые тоже в первом эпизоде везде были, они были пронумерованы, и там просто рассказывалось что-то об этом мире. Вот в данном случае это туман. Прочитать? Давай. Что я хочу? Раньше я была одной из лучших в классе. Мне нравилось быть правой, отвечать правильно. Я любила делать все лучше других. Мама говорила, что я переняла эту черту у отца. Он был таким же старательным. Я была счастлива. Я не была... И там что-то, видимо, зачеркнутое или неразборчиво. Фрагмент удален. Просто мои одноклассники в один день решили... И опять удалено. Удален, удален. Что? Погоди. А что там одноклассники решили? Мне же любопытно. А потом однажды появился туман. Каждый день моя голова заполнялась им все больше и больше. До тех пор, пока голова окончательно не затуманилась. Я стала неуклюжий, рассеянный, нерешительный. Всем, чем я... Видимо, боялась быть? Я что, ненавижу себя за это или люблю себя за это? А однажды я поняла, что туман уже был только в моей голове. Уже не был только в моей голове. Он был вокруг меня. Он окружал меня. Поглощай меня и защищай меня. Какая-то весьма странная история. И там, причем, самое интересное, почему-то было удалено. Зачем уже так жестоко по отношению к игроку? Я же хочу узнать, что там с ним не так. С этим туманом. Как завести друзей в свободное время? Теперь с бесплатным буклетом. И как от них избавиться? Хе-хе-хе-хе. Так. Питаться лампочками неправильно. Каннибализм основы. Нет, ну то, что питаться лампочками неправильно, я как бы знал и без книжки. Так, уйди, чувак. Мне нужно третью полку прочитать. Вторичное использование старых трупных мешков. Боже, я не думаю, что мне когда-либо это поможет в жизни. Так, Хаксли оперирует пациенты. Он склеивает кусочки костей суперклеем. Доктор Хаксли? Как дела, маленькая Шарлотта? Хотя, если так подумать, и вовсе ты уже не такая маленькая. Только подумать, насколько быстро растут человеческие дети. Вот Феликс и на сантиметр не вырос за эти годы. Пфу. Некоторые вещи не меняются, правда? Ха-ха. Доктор Хаксли. Да, как у него дела? У кого? Феликса? Разве ты не увидела его наверху? Я-то думала, что вы вполне неплохо общаетесь. И с тех пор, как мое здоровье ухудшилось, мы особо не говорили. Будто бы он сбегает меня. Ах, прости. Я думала вслух. Все хорошо. Приходи за советом в любой момент. Ах, нет. В любой момент не получится, ведь я всегда так занят. Хм. Как насчет регистрации на визит? Спасибо, доктор Хаксли. Мне приятно, но не стоит утруждаться. Я искренне надеюсь, что вы помирились. Помиритесь. Точнее, в будущем, да? Помиритесь. Особенно, поскольку моему племяннику совсем не с кем поговорить. Прямо как Беннету. Эх. Не говорю. Я чересчур много. Тебе лучше поторопиться в школу. Держи-ка наклейку. Получена наклейка. Оу. Так. Наклейка, наклейка. Там что-то про двери было, помните? На которые нужно наклеивать наклейки. Я помню эту фишку. Фиолетовая комната. Закрытая. По-моему, на такие комнаты нужно клеить наклейки, да? Ну-ка. Наклейка теперь у меня на портфеле. Фиолетовая комната закрыта. На портфеле наклейку? Окей. Ну, по-моему, про наклейки там что-то говорилось насчет... Дверей же. Так, библиотека. Дольше года у нас цветы не живут. А выбрасывать их жалко. Мама купила цветы, чтобы оживить комнату. Да вот никто за ними не следит. Как-то все печально звучит. Поваренная книга. Анархисты. Теперь с новыми рецептами. Полный взрыв. Продвинутая химия для любителей. Возрывающихся веществ. Информационный буклет программы обучения. Прочитать? Давайте. Совет 1. Социализируйся каждый день. Социализация – ключевой элемент программы обучения. Совет 2. Сообщать о любой подозрительной активности на школьной территории. Совет 3. Не кормите бездомных животных на школьной территории. Держитесь в безопасности и обеспечь безопасность своим товарищам-студентам. Полезно будет об этом знать в школе, да? Система срыв покровов. Тайная анархия среди порядка. Мальмонах научной фантастики. 26-е издание. Хак все перевел большую часть книг в подвал. Перенес. Теперь на этой полке в основном журналы. Если я покину тебя, врезаться в твою машину, поцелую твоему коту, непристойная история поиска. А, мамина полка все растет и растет. Ну тут, видимо, каждый стеллаж относится, видимо, к какому-то из главных героев. Ну или второстепенных. Никогда не доверяй продавцам. Холодное сердце уборщика. Альфа-физик. Не знала, что это возможно, но похоже, что названия этих бульварных романчиков изменились в худшую сторону. Год, в котором мне повысили зарплату. Хе-хе-хе-хе. Прими в себе сверхурочники. Ёлы-палы. Этому цветку, похоже, хочется побыть одному. Окей, не буду его трогать. А здесь что? На столик стопка бумаг. Поглядеть? Давай. Это почерк Хаксли. Эссе о программе обучения, переведённой на человеческий. Я считаю, система социализации бессмысленной, а значит, бесполезной для личности. Я искренне верю, что студентку самому решать, социализироваться или нет. С нашими новыми реанимационными технологиями ныне возможно вернуть к жизни как пустых, так и мёртвых. Даже если они более не проявляют признаков разумности. После... После чего, чувак? А, после, имеется ввиду, ну, после смерти. Окей. Телефон уже почему-то давно не работает, хотя в первом эпизоде, я помню, я звонил и заказывал еду. Эко-еду. Так, ну, по идее, я со всеми поговорил, правильно? Так. Минутку. Где-то мои вещи... Нет, подожди. Задачи. В школу? В школу? Поздоров... Я, конечно, поздоровался со всеми. По идее. Или я кого-то пропустил. Так, в школу опоздаешь. И ещё. Используй это после социализации, а потом... А то потом чего доброго, умрёшь на месте. Получены таблетки от тревожности. А, социализация имеется ввиду, что, типа, я войду в общество других учеников и студентов, и мне дали таблетки от тревожности. Нужно будет... Их раскушать. А то я ещё умру. В смысле, умру буквально? Надеюсь, это не буквально было. Не хочу умирать. Так. Что у меня в комнате появилось новенького? Нет? Ничего? Телепортационная точка. Бог его знает, что это такое. Так, ну, по идее, всё. Давайте пойдём в школу, потопаем. Блин, а где... Где тут всё? Я же потерялся, заблудился. Так, тут библиотека, правильно? Всё. В школу это направо. Сейчас мы сохранимся. Всё. Мы ещё ни с кем толком не поздоровались. Глупо было бы уйти прямо сейчас. Что значит ни с кем? Я со всеми поздоровался? Да что... Что значит... Я поздоровался с ним. Я... Сюда не могу войти. Может быть, разве что здесь не со всеми поздоровался? Но здесь-то нельзя с ними говорить. Только вот... С Хаксли... Ну, я с ним тоже уже поговорил. Так. Может, таблетки принять? Бутылка мыла. Так, я принял таблетки. Окей. Ну, а с кем ещё можно поговорить? Окей. А можно с собой поговорить? Ну, типа... Я люблю с собой разговаривать. Так. Лучше не будем это трогать. Бутылка мыла. Запахом банана. Запахом ежевики. Хм... Сэр, хватит. Мы не можем всё на себе это таскать. Ещё бутылочка давай. Ежевики. А, всё, я больше не могу брать. У меня только две бутылочки мыла. Боже, ну с ними поговорил. Какое именно слово из... Ты опоздаешь? Ты не удосужилась понять. Так. Есть дверь, которая никак не откроется. Вот нету буквы Х в Шарлоте. Вот... Вот хоть ты тресни. Могла бы Хаксли попросить. Он занят. И я, знаешь ли, тоже занят. А-а-а. Ладно, веди давай. Ура! О, Феликс присоединился к нам опять. Мой верный друг по первому эпизоду, да? Только сегодня он какой-то хмурый весь. Угу. Я же говорю, что я со всеми поговорил. Так. Это здесь, да? Ну-ка, чувак, открывай мне дверь. Вот. Морг? Это морг? Приветик, Флоренс. О, вовремя вы. Не заберете у меня всяких ненужностей? А-а-а. То доктор Хаксли возьмет доспохватиться исчезнувших лампочек и начнет меня подозревать в клептомании. А, конечно, помогу. Держи. Перцовой спрей. Получен перцовой спрей. Накой хрен? Мне спрей. Спасибо за сотрудничество. Окей. Ну, типа, я взял спрей за чем-то? Типа, все? Ну, теперь-то я могу вернуться к делам? Конечно. Спасибо тебе. Так, вуаля. Вот теперь я со всеми поговорил, и можно идти в школу, правильно? Ну, а теперь пора в школу. Сайт. Пам-пар-па-пам. Это типа улица, да? Это типа вход домой. Все такое минималистичное. Причем, мы же знаем, друзья, что это обманчиво. В первом эпизоде было так же. То есть, вначале все было вот такое вот белое-черно-белое. А потом я попал в замок, и он был вполне себе довольно красивый. Ну, разукрашенный. Так, не мешаем соседям. Это, видимо, наши соседи. Нам нужна самая последняя дверь. То есть, это. Лифт. Окей. Какая у тебя милая наклейка. Куда поедем, дружище? На первый этаж. Так ты и тут, и есть. Так, давайте на второй. Будет сделан, дружок. Это что, говорящий лифт? Это ноги? Ну, так ощущение, что я, опять же... Фантазирую. То есть, по сути, в этой игре очень много символизма. По сути, это просто образное выражение, образная картина того, что девочка идет среди толпы людей, малознакомых. И вот эта картинка, этот бэкграунд, по сути, и означает, да? Вот это вот чувство. Когда ты один во всем мире, один в потоке людей. Так. Непонятная какая-то там кружочек. Там кровь, что ли? О! Что? Кого-то убили? Я пошел мимо. Или подожди, я все-таки могу зайти? Что это? Что? Кого-то убьют? Давайте проучим этого урода. Выпотрошим его, и из него всю эту дурь. Это научит его уважать старших. Ой, дело дрянь. Мы можем как-то помочь? Слишком опасно. Так мы просто уйдем? Я подумаю. Было бы у нас хоть что-нибудь. А как можно его спасти? Хоть что-то? А, непонятно. Друзья. В общем, мусорный бак есть. Может, в мусорном баке что-то найти? Нет? Так, ладно. Непонятно, непонятно, непонятно. Я в дом. Нельзя зайти, нельзя совершенно. В общем, друзья. Я предлагаю нам на этой нотке закончить первую серию второго эпизода. Вот на этом интригующем моменте. Все, что будет дальше, будет уже в продолжении. Ждите непременно. И поставьте лайк, поддержите мое видео. И непременно вступайте в группу ВКонтакте. Мне нужна ваша поддержка. Проходим игрушку. Привет, Шарлотта. Вместе. Второй эпизод. До скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok